Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Прежде чем перейти к основной теме сегодняшнего эфира, я хотел бы буквально несколько минут откомментировать вчерашнее событие. И в частности остановиться именно на Дарьге Назарбаеве. Как вы видели, разные информационные издания показали попытку журналистов задать ей вопрос. Дарьге, по поводу заявления Айсултана Назарбаева. Ну, вы видели, что хотя для тех, кто ее лично не знает, она выглядела внешне спокойно, такое некое каменное лицо, но при этом она была окружена шестью охранниками, которые отбрасывали журналистов, даже одного журналиста или журналистку, по-моему, охранник скрутил, закрыл лицо, закрыл рот. То есть они действовали очень агрессивно. Вообще, такого не увидишь ни в одной демократической стране, каким заявляет Казахстан, как Назарбаев, так и Такаев, как и сама Дарьга Назарбаева. То есть в какой демократической стране, когда существует закон о средствах массовой информации, и обязанностью всех этих чиновников является давать пояснение, разъяснение. Есть специальные статьи, которые, безусловно, от них требуют, чтобы они откомментировали текущую экономическую, политическую, любую другую ситуацию, одним словом, отвечать на вопросы средств массовой информации. Но представьте себе, чтобы в Америке председатель Сената шел бы, скажем, заседание, и подбегали бы журналисты, а охранники хватали бы, выворачивали руки и закрывали лицо, рот и так далее. Я думаю, что после этого карьера любого такого ранга человека закончилась бы немедленно. То есть мы видим же противное. Ну и понятно, что Дарьга думала, что вот она такая вот некая железная леди, ничего не случилось, она что-нибудь такое скажет, уверена, и, в общем, мы проглотим очередную ее ложь. Но представьте себе, там, в Лондоне, страдает ее сын. Он отрезан от финансов, он в страхе, он боится, что его убьют. На него организовывают нападение. Он прячется в клинике. В это время мать с таким неким каменным лицом ходит на работу, выступает на заседании. Журналисты пытаются задать вопрос, охранники подавляют любые такие действия. Вот даже с точки зрения обычного человека, вы стали бы голосовать за такого человека, чтобы именно вот женщина, мать возглавляла нашу страну. Та, которая беспощадно относится к своим детям, фактически уничтожает своего сына, и он взывает о помощи, говорит, что мать его хочет ликвидировать. Она хочет его повесить, так же, как ее мужа Рахата Алиева в австрийской тюрьме. Вот представьте себе, такой человек руководит нашей страной, является вторым человеком по рангу государственного ранга, а табель о рангах государственным чиновником высшего уровня. И вот она претендует на высший государственный пост, у нее вторая позиция, и всеми своими действиями она только, по сути, позорит себя лично, свой высокий статус, вызывая отвращение и недоверие к себе. То есть, думая, что она вот так вот будет себя вести уверенно, как бы спокойно, она, по сути дела, вызывает только отвращение. Ясно, что по действующим даже Назарбаевским законам она обязана ответить на вопросы средств массовой информации. А как человек, в первую очередь, как мать, которая, безусловно, живет известными основными инстинктами человека, ну, такими, как, когда любая мать, будь это человек или это из животного мира, мы все знаем, как мать защищает своего ребенка, даже жертвует своей жизнью. А здесь второй человек государства не то, что не жертвует своей жизнью, она делает вид, что ничего не случилось. Ее подручный, бывший председатель Комитета национальной безопасности, Аль-Нур Мусаев, который проживает в Вене, вытаскивает какие-то фальшивые бумажки, датированные июлем 13-го года, которые якобы подтверждают, что Рахат Алиев является биологическим отцом Ай-Султана Назарбаева. Спрашивается, каким образом эта бумажка попала в руки Аль-Нур Мусаева, которая находилась в тот период во враждебных отношениях с Рахатом Алиевым? И с какой стати вообще это делала с геномной экспертизой? Я разговаривал вчера ночью с Ай-Султаном, и он сказал, что в это время он был или в Казахстане, или бывало приезжал в Лондон, потому что у него 31 августа 13-го года должна была произойти свадьба, и поэтому никакой экспертизы не было, ни с его участием, ни без его участия. Ну, без его участия обычно и не бывает экспертизы никакой. Ни одно уважающее медицинское учреждение Запада никогда не сделает это без человека, если этот человек не умер. Вот, ну, собственно, я хотел это комментировать, и еще раз показать суть нашей власти, трусливой, и они прикрыты и полицией, и охраной, и все прочее. Представляете, второй человек в государстве боится журналистов в панике. Это реальная суть нашей власти. И мы, народ Казахстана, которых более 18 миллионов человек, должны осознать, что страной руководит узкая политическая верхушка во главе с султаном Назарбаева. Их там максимум 200 человек. Это я преувеличиваю. На самом деле, людей, участвующих в принятии решения, даже пяти человек не наберется. И дальше все эти исполнители. Вот представьте себе, что 18 с чем-то миллионов человек боится старика, которому скоро будет 80 лет, боится эту хромую курицу Даригу Назарбаеву, боится каких-то агентов, бывших комитетчиков, которые живут где-то в Австрии, боится полицейских, которые живут такой же жизнью, как и основная часть граждан, нищей, бедной, живут в режиме ипотеки, живут в общежитиях, без пробудной жизни, без понимания, где же на будущее для их детей. Мы все должны осознать, что эта политическая верхушка не просто преступная, она тюсливая, слабая. Их сила заключается только в слабости нас, 18 миллионов. Если мы все 18 миллионов начнем действовать, показывать свою силу, ну, я говорю о 18 миллионах, на самом деле, до этого я ранее озвучивал, что достаточно 3-5 процентов от всего населения, это от 500 тысяч до 1 миллиона. И тогда произойдет полная смена режима, и начнутся гигантские изменения в жизни каждого человека нашей страны. И в качестве примера я хотел бы сейчас озвучить ситуацию, которая была буквально неделю назад с автомашинами, имеющие иностранные номера, как армянские, так и кыргызские. Я уже комментировал, что действия правительства с попытками принудить этих людей заставить разные утилизационные сборы, пошли, налоги, они от этого являются незаконны. Согласно Таможенному кодексу Евразийского сообщества, автомашины с иностранными номерами, именно имеющие отношение к Таможенному союзу, могут свободно перемещаться по территории Евразийского сообщества. И никто не имеет права требовать их регистрации, требовать выплаты каких-то налогов, как попыталось это сделать правительство. Министерство финансов так энергично отчиталось, что оказывается, если даже 70% этих граждан, которые имеют автомашины с иностранными номерами, заплатят различные сборы и пошлины, то бюджет поступит 300 миллиардов тенге. Ну это 300 миллиардов, 300 миллиардов это порядка около 700 миллионов долларов. Вот какую сумму правительство хотело украсть у наших граждан. На самом деле, понятно, что это незаконные действия наши люди осознают. Наши граждане эти автомашины используют для того, чтобы просто выжить. Многие из вас таксисты, многие из вас живут далеко, и машина является просто средством передвижения. А роскошь это для самих вот этих высокопоставленных чиновников и группы окружения вокруг Назарбаева, чиновников-коррупционеров. Поэтому автомашина это средство передвижения, это средство выживания. И вот нынешнее правительство, главе с Назарбаевым, решило еще раз вас ограбить на сумму 700 миллионов долларов. Но вы видели реакцию, мы тоже призывали, чтобы народ не молчал, как мы обычно это делаем. ДВК, штаб ДВК провел опрос по социальным сетям, и было видно, что те люди, которые имеют автомашины с иностранными номерами, настроены решительно. Вы увидели, что серия митингов и акций прокатилась практически по всем городам страны. Ну, конечно же, таких автомобилистов по стране насчитывается 170 тысяч человек или автомашин. Реакция была серьезная. Мы начали готовить митинг, начали делать опросы общественного мнения. Вы знаете, что я выходил в прямые эфиры, мы изучали настроение людей в разных группах. И вот, пожалуйста, после того, как сотни людей вышли в разных регионах страны, власть перепугалась. И вот сегодня состоялось расширенное заседание правительства, где было объявлено, что автомашины с иностранными номерами, завезенные до 1 февраля 2020 года, обратите внимание, 20-го года до 1 февраля, могут перемещаться по Казахстану до 31 марта 2021 года. То есть плюс еще один год, плюс еще один год. А если вот до этого срока вы не зарегистрируете автомашины, не заплатите соответствующие пошлины, то эти машины не имеют права эксплуатироваться внутри страны. Вот, собственно, решение правительства сегодня, которое произошло. И оно связано, конечно же, с тем, что вы вышли на митинги. Вышли на митинги по всей стране. Пусть их было там по 100-200 человек, но эта реакция была мгновенная по всей стране. То есть, уважаемые друзья, вы видите, что эта власть трусливая. До этого таких организованных протестов не было по всей стране. Они были именно в прошлом году, позапрошлом, последние два года. И вы видите шаг за шагом, как меняется ваша жизнь. Вспомните, что в прошлом году правительство объявило списание по 300 тысяч тенге за ваши кредиты потребительские. Эти разные программы, так называемые адресные социальные помощи, появились тоже в прошлом году. Потому что именно в прошлом году были активные выступления граждан. И вот, это просто показывает, когда кто-то говорит, мы создадим партии, будем что-то голосовать, митинговать, чтобы правительство зарегистрировало партии, таким образом повлияем на решения правительства какие-то, они, конечно, врут. Вы все прекрасно понимаете. Единственный инструмент, который остался в руках народа, это митинги, массовые митинги. И это дает результат в любой стране мира. Я живу во Франции, я могу сказать, вот в Париже здесь была очень сложная ситуация. Метро не работало, автобусы ходили очень редко. Между городами и странами поезда максимум ходили на 20% своей мощности. При этом здесь толпы людей ходили по городу, и я в том числе по Парижу и удивлялся. Было как будто такое было ощущение, что какой-то праздник, потому что тысячи людей забили все тротуары, народ не роптал и двигался, и говорили так, мы все равно добьемся своего. И, пожалуйста, французское правительство отменило ту пенсионную реформу, которую народ не воспринял. Именно через митинги во всех странах мира люди выражают протест, доносят свою позицию, выходят на забастовки. Это разрешено законом, и это же разрешено законами нашей страны. Это отрегулировано Конституцией, и более того, это отрегулировано межправительственными, межгосударственными соглашениями, которые подписал Казахстан. И поэтому, когда Токаев говорит, что можно митинговать без предупреждения, но в определенных местах, он лжет, потому что есть соответствующие международные соглашения, которые подписал Казахстан, и у всех граждан страны есть право выхода на митинги в любое время, в любое место. И не нужно никого уведомлять, специально спрашивать разрешение на это место. Вы прекрасно знаете, эти указанные места находятся, что называется, черт-те где, и там всегда будет занято, будет спортивный праздник проводить и так далее. Поэтому никакого митинга не будет по вашему желанию. Власть реагирует на действия со стороны народа, когда они массово и организованы. Поэтому вот эти примеры вам показывают. Если вы хотите изменить свою жизнь, не надейтесь на то, что вдруг кто-то, что-то вам изменит вашу жизнь. Вы же не ждете, что кто-то придет вам почистить вашу квартиру, накормит ваших детей. Вы сами вынуждены колотиться. Здесь в масштабах страны должно произойти то же самое. 22 февраля мы объявили об организации митингов по всей стране за достойную жизнь. Те программы демократического выбора Казахстана, которые озвучены и объявлены, их можно реализовать практически немедленно, не ждать десятки лет. Например, нефтяники. Те, кто работает на сырьевых предприятиях. Вы хотите, чтобы ваша минимальная заработная плата была не какие-то 60-70 тысяч тенге, а было 400 тысяч тенге. Это минимальная. Средняя зарплата 600 тысяч тенге. В реальности основная масса будет получать не меньше 1 миллиона тенге. Вы хотите этого? Конечно же, это риторический вопрос. Вы хотите. Но никто вам не поднимет заработную плату до тех пор, пока вы не начнете действовать, выходить на митинги и требовать, требовать, чтобы правительство приняло соответствующие законы, чтобы на сырьевых предприятиях заработная плата была не менее 400 тысяч тенге. Не менее. И в связи с тем, что эти экспортные предприятия продают свой продукт по мировым ценам на мировые рынки, то соответствующая зарплата тоже должна соответствовать мировому рынку. Средняя зарплата у нефтяников в мире 10 тысяч долларов минимум в месяц. Это 4 миллиона тенге. Не те самые несчастные 100-150 тысяч тенге, которые сейчас получают нефтяники. А 4 миллиона тенге. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь именно к разным слоям населения. Уважаемые учителя, вы хотите, чтобы ваша зарплата была до 400 тысяч тенге немедленно? Уважаемые врачи, вы хотите, чтобы ваша заработная плата была до 400 тысяч тенге немедленно? Не 60-70 тысяч тенге, не 100 тысяч, а именно немедленно до 400 тысяч тенге завтра? Уважаемые родители, вы хотите, чтобы ваши дети получали бесплатные обеды в школе? Тогда вы должны выходить на митинги 22 февраля. Студенты, вы хотите, чтобы государственное образование было бесплатным. Сейчас тяготы финансирования вашего образования несут на себе ваши родители. Они платят разные суммы, в зависимости от того, где вы учитесь, которые числяются несколькими стами тысяч, до миллионов тенге. Но наша страна в состоянии обеспечить государственное образование бесплатно, как это сделано во всех европейских странах, во всех. Если вы этого хотите, то мы ждем вас на митингах 22 февраля. Студенты, вы не знаете, где вам жить, вы учитесь в каких-то квартирах, родственниках. Где попало? Государство должно обязано выплачивать вам по 100 долларов в месяц компенсацию, чтобы вы могли объединиться с друзьями, арендовать квартиры и не ждать длинных очередей годами. Не ждать, когда 10 лет минимум правительство будет строить эти общежития. Прямо немедленно сейчас получить компенсацию. И таких у нас в стране, государство говорит всего 17 тысяч, мы говорим минимум 100 тысяч. Даже если будет 100 тысяч студентов, бюджет годовой не менее, не более 100 миллионов долларов. Для нашей страны, у которой крадет эта политическая верхушка ежегодно минимум 30 миллиардов долларов в размере годового республиканского бюджета, это вообще ничтожные средства, ничтожные. Поэтому, уважаемые друзья, если вы хотите изменить свою жизнь завтра, немедленно, не плакать, не ждать, не стонать, матери, говорить, что как я могу бросить своих детей, в соответствии с нашей программой вы должны получать за каждого рожденного ребенка пособие минимум 20 тысяч инге. Инвалиды должны получать компенсацию гарантированную минимум 170 тысяч инге. Пенсионеры должны получать доплату гарантированную к существующей пенсии 170 тысяч инге. Я много раз выступал и показывал, что денег в нашей стране много. Очень много. Они просто разворовываются, растаскиваются, тратятся на бессмысленные мероприятия. Денег в стране много. И мы можем это изменить. Протест автомобилистов показал. Он был короткий, буквально недельный в разных городах страны, но правительство испугалось. Поэтому 22 февраля, если мы выйдем многотысячной массой по всем регионам страны, по городам, места мы дадим на следующей неделе, я уверен, что правительство отступит и в этот раз. И мы добьемся перемен немедленно. Мы ждем вас 22 февраля на митингах по всей стране за достойную жизнь. Алга, Казахстан. Казахстан.